видео урок рисуем лилию пастелью для работы нам потребуется пастель пастельной бумагой клячка подробнее в описании под видео сначала найдем центр цветка и от него нарисуем три лепестка вытянутой формы под ними подрисуем еще три лепестка это и есть форма лилии теперь все лепестки заштрихуем белым мелком аккуратно пальчиком растушуем далее возьмем розовый мелок и края каждого лепестка затемним опять же растушуем все аккуратно пальчиком далее возьмем светло-серый мелок и отделим верхние лепестки от нижних аккуратно растушуем пальчиком дальше этим же мелком уточним центральную часть место крепления верхних лепестков фиолетовым мелком углубим тень далее возьмем белый мелок и выделим светлые участки на верхних лепестках на верхних лепестках Аккуратно все растушуем пальчиком. Дальше возьмем малиновый милок и заемним края лепестков. Аккуратно растушевывая пальчиком. На правом лепестке добавим небольшой изгиб. Теперь на дальних лепестках тоже отметим световые участки белым мелком. Малиновым мелком затемним края лепестков. Аккуратно растушевая пальчиком. Фиолетовым цветом добавим теневые участки в лепестки. Сделаем их совсем немножко. Аккуратно растушевая пальчиком. Пока отстанем от лилии, возьмем темно-зеленый мелок и добавим рядом нераскрывшийся бутон. Бутончики вытянутые. Полностью заштриховываем этим мелком. Добавляем небольшой вытянутый листочек. Растушевываем пальчиком. Белым цветом выделяем световые участки. Растушевываем пальчиком. Снизу цветка добавим листочки, стебелек. Стебелек у лилии густо одет листочками вытянутыми. С левой стороны добавлю еще один нераскрывшийся бутон. Также белым цветом выделяем световые участки. И растушевываем пальчиком. Далее возьмем темно-коричневый мелок и отметим теневые участки. Затемним все стыки между стебельком и листочками. Тоже самое сделаем с бутончиками, отметим теневые участки. Аккуратно растушевываем пальчиками. Теперь возьмем светло-зеленый мелок и основание каждого лепестка немножко подзеленим. Далее белым мелком, если нужно, уточним края. Светло-зеленым мелком начинаем добавлять тычинки. Белым мелком на тычинках выделим светлые участки. Темно-коричневым мелком затемним основание каждой тычинки. Красно-коричневым мелком добавим верхние тычинки, где у нас находится пыльца. Темно-коричневым затемним снизу. Также темно-коричневым еще немножко затемним стык места крепления лепестков. И также от верхних лепестков добавим тень на нижние лепестки. Край тени смягчим светло-серым мелком и пальчиком аккуратно растушуем. Малиновым мелком еще раз затемним края лепестков и небольшими точечками добавим рисунок. Небольшую пятнистость на лепестки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То же самое делаем с нижними лепестками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черным мелком уточним основание тычинок и место крепления лепестков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее растушевываем это поверх мелком, а не пальчиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Белым мелком проставим блики. Если нужно, берем клячку, ее разминаем и какие-то нюансы мелкие подправляем, если вдруг где-то лишний штрих выехал на фон. И на этом все. Рисунок готов. Большое спасибо за внимание. С вами была Дерри Арт. Помните, рисовать может каждый. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok